Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с картинами художников и описание этих картин. Заговор Юлия Цивилиса, историческое полотно Рембрандта, самое крупное по размерам из всех его произведения. Первоначальная ширина полотна более 5 метров. Я пользуюсь Википедем. Картина должна была украсить большую галерею в новой ратуши Амстердама. Первоначально заказ был поручен бывшему ученику Рембрандта Говарду Флинку, но тот умер, не успев ее выполнить. В 1661 году заказ перешел к Рембрандту. Законченная картина, провисев непродолжительное время в ратуши, была по неизвестной причине возвращена художником. В настоящее время от нее сохранился только центральный фрагмент 196 на 309, которым владеет Национальный музей Швеции. На картине в окружении единомышленников изображен одноглазый Юлий Цивилис, предводитель Батава в племени, которая населяла в древние времена нидерландские земли и считается предками голландцев. Цивилис призывает Батава к восстанию против Римлян. История описывает это так. Цивилис пригласил в священную рощу знатных людей своего племени и самых решительных из простонародья, якобы для того, чтобы угостить их ужином. Когда под влиянием веселого ночного пира страсти их разгорелись, он начал говорить. Сперва павел речь о славе своего племени, потом об оскорблениях и насилиях, которые приходится сносить Батавам под властью Рима. Некогда мы были союзниками, говорит Цивилис. Теперь с нами обращается как с рабами. Поднимите же голову, оглянитесь окрестно и перестаньте дрожать перед громкими названиями римских легионов. Собравшиеся слушали Цивилиса с большим сочувствием, и он тут же связал их обрядами и заклятиями, полагающимися у варваров в таких случаях. Именно тот момент, когда, скрестив мечи и подняв чаши, Батавы дают клятву и изобразил на картине художника. Вот такое описание нашел в интернете к работе Рембрандта, заговор Клавдия Сивилиса. Пока-пока, до свидания.